Добрый день, дамы и господа! Сегодня в Одесском кризисном медиа-центре в 11 часов Бриггинг Артёма Филипенко, директора религионального Одесского филиала Национального института стратегических исследований, участника самообороны Одессы с темой «Какие реформы нужны украинской армии и что может дать нашей армии сотрудничество с НАТО?». В 12 часов Анастасия Базей и Александра Кардашова, волонтёры с темой «Благотворительная ярмарка возле Дюка в эти выходные. Помощь бойцам АТО». И в 13 часов у нас большой круглый стол на тему «Качество образования и коррупция в вузах механизма контроля». Я приглашаю Артёма Филипенко. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Прежде всего хотелось бы отметить какие-то ключевые вопросы. Мы все с вами знаем о том, что боевые действия на Востоке, они с одной стороны доказали, что всё-таки армия у нас есть, мы в обществе, чётко созрело понимание того, зачем нам нужна армия. С другой стороны, сегодня остро встают вопросы реформирования вооружённых сил. Дело в том, что на протяжении всех 23 лет независимости Украины принимались различные концепции реформирования вооружённых сил Украины. Последняя такая концепция реформирования вооружённых сил Украины была принята в сентябре 2013 года, буквально незадолго до событий Майдана и украинской революции. Она была принята решением Совета национальной безопасности и обороны. Там предполагался целый ряд направлений по реформированию вооружённых сил. Но, опять же, мы можем удостовериться по некоторым результатам, что чаще всего подобного рода реформы сводились к так называемой оптимизации, то есть ареально сокращению вооружённых сил, к сожалению, во многом и понижению их боеготовности. Чаще всего целый ряд реформ был вообще по большому счёту, там достаточно непродуман. Этот указ о реформировании, о концепции, о программе реформирования вооружённых сил Украины был приостановлен в мае месяце, соответствующим указами и исполняющими обязанности президента Александром Турчиновым. Сегодня, насколько известно, в Министерстве обороны создана группа по реформированию вооружённых сил. Понятное дело, что в современных условиях, скажем так, это достаточно сложный процесс. Почему? Потому что, с одной стороны, армии приходится выполнять конкретные боевые задачи на Востоке, а с другой стороны, действительно, остро стоит вопрос её реформирования, превращения действительно в боеспособную, максимально боеспособную, скажем так, подразделение, структуру, которая будет способна отразить агрессию противника. Вместе с тем, при любой реформе необходимо исходить из каких-то ключевых посылов и такими, как правило, основными правовыми документами, на основе которых осуществляется и реформирование вооружённых сил, и их строительство, и развитие. Как правило, являются два таких ключевых документа. Это стратегия национальной безопасности и военная доктрин. Если говорить о военной доктрине, для того, чтобы понимать, что необходимо менять и как необходимо менять, мы всё-таки должны остановиться на этих двух ключевых документах. Если говорить о стратегии национальной безопасности, то сегодня мы должны понимать, насколько изменился характер воин по сравнению, скажем, с классическими воинами 20-го, я не говорю про 19-го, 20-го столетия, воинами и конфликтами. Прежде всего, речь идёт о новом характере войн, и этот термин прозвучал, в том числе и из уст представителей Украины, о том, что сегодня против Украины ведётся гибридная война. Что такое гибридная война? Теория эта начала разрабатываться недавно. Появились, скажем так, есть разные представления о том, что собой представляет это явление. Тем более, что, как показывает, опять же, опыт, исторический опыт, нового ничего под Луной нет, и гибридные войны велись и раньше. Если свести, как бы, суммировать некое общее понимание, то гибридная война сегодня представляет собой, скажем так, одновременно меры военного характера, и ряд информационной войны, экономическое давление, ну и некоторые включают туда, в том числе, скажем, и активизацию криминалитета. Если мы посмотрим сегодня на ситуацию на Востоке, то для нас фактически вырисовывается целый ряд таких ключевых компонентов. Первое, это, безусловно, военные, это поддержка незаконных вооруженных формирований, обеспечения их вооружением, с другой стороны, участие регулярных российских частей на стороне сепаратистов. Есть, соответственно, экономический компонент, и он заключается в том, чтобы, в первую очередь, это разрушение инфраструктуры, то есть уничтожение экономического потенциала, что сейчас активно происходит на Востоке. Это торговые войны, это употребление, скажем так, энергетического оружия, то есть в данном случае мы можем говорить о газовых спорах, газовых войнах, которые практически стабильно ведет Россия против Украины. Ну и, безусловно, важнейший компонент – это информационная война, которая ведется против Украины, причем здесь она, опять же, двойного направления. С одной стороны, она направлена непосредственно против граждан Украины, то есть попытка породить отчуждение между гражданами Украины и государством, посеять недоверие, посеять неуверенность. Мы практически постоянно сталкиваемся с какими-то информационными выбросами, в том числе эти меры направлены на разжигание межнациональной, межконфессиональной. В любом случае, все информационные мероприятия, как правило, они нацелены на то, чтобы подорвать единство страны. Ну, видим, например, как активно с помощью российских средств массовой информации провоцируются, скажем так, какие-то антисемитские настроения, постоянно пытаются посеять рознь между разными народами, населяющими Украину. Другой компонент информационной войны, с которой мы сталкиваемся, это информационная война, направленная вовне, это работа среди наших потенциальных союзников. В первую очередь, это речь идет об информационном вещании, направленном на, в том числе, на страны Западной Европы. И мы неоднократно видели то, что, скажем так, фактически в самом начале западные средства массовой информации пользовались в качестве источника событий в Новостоке, информации различного рода каналов, типа Life News, Russia Today и тому подобное, потому что они, как минимум, не предполагали того, что могут настолько врать, настолько, скажем так, средства массовой информации могут превратиться в орудие государственной пропаганды. И мы с вами, вот такой вот комбинированный набор угроз, и можно сказать, что на сентябрьском саммите НАТО также было отмечено о том, что о гибридных угрозах, было заявлено о гибридных угрозах и о необходимости противостояния гибридных угрозах. Гибридным угрозам. Если говорить о гибридной войне, здесь мы можем сказать, что это своего рода война без войны. Почему? Потому что официального объявления войны со стороны России и Украины не было. Более того, обе стороны находятся в торговых, экономических отношениях. Украина продолжает, например, закупать российский газ. Идет разговор о закупке российского угля. То есть, другими словами, представить нечто подобное, в какой бы то ни было из войны или локальных конфликтов 20 века, невозможно. Почему? Потому что сегодня экономики настолько тесно интегрированы друг в друга, что война одной страны после другой против другой, тем более, скажем, в центре Европы, где экономики наиболее взаимосвязаны, неминуемо затрагивают интересы третьих сторон. В частности, если бы возникновение полномасштабной войны между Украиной и Россией, неминуемо привело бы к тому, что поставило бы под угрозу энергетическую безопасность, например, стран Европейского Союза. И вот когда четко будут осознаны эти угрозы, четко сформулированы эти угрозы, я думаю, что исходя из них будет сформулирована соответственная стратегия национальной безопасности, необходимо подходить к другому документу, не менее важному, это военная доктрина. Если говорить о военной доктрине, украинская военная доктрина претерпела также несколько изменений на протяжении всех лет независимости. Первая была утверждена в 93-м, вторая в 2004-м. И последняя редакция в военную доктрину Украины вносилась в 2012 году, опять же, указом Виктора Януковича. Здесь как раз необходимо понимать суть этой военной доктрины. Как это, наверное, не парадоксально, но фактически вся эта военная доктрина как раз была настроена на то, чтобы свести к минимуму роль вооруженных сил Украины как таковых. В частности, в доктрине рассматривалось три возможных варианта конфликта. Это вооруженный конфликт на границе с другим государством. Это вооруженный конфликт внутри страны с участием, скажем, незаконных вооруженных формирований. И возможность перерастания в локальную войну. Второй вариант – это локальная война. Это непосредственно нападение одной страны на Украину. И третья – это региональная война, нападение нескольких государств на Украину. Однако, проанализировав все эти три типа войны, стаття 13 военной доктрины гласит. Враховывая тенденции, то умовы развития военно-политической обстановки в мире, Украина вважает, что вооруженная агрессия, в результате которой может возникнуть локальная или региональная война против нее, в середостроковой перспективе, и я мало его верно. Как мы видим, буквально через два года после одобрения новой военной доктрины, как раз тот самый характер локальной войны, мы не говорим о региональной, локальной войне, произошел. Еще один момент, то, что касается той же самой военной доктрины, из нее как раз выпадает момент обороны государства как таковой. Почему? Потому что суть ее сводится к необходимости предотвращения военно-вооруженного конфликта. Ну а поскольку вооруженный конфликт может решаться не только военными, но и политическими средствами, соответственно, роль вооруженных сил приводится минимально. Более того, эта военная доктрина предусматривала, как правило, и под эту доктрину была осуществлена и концепция реформирования вооруженных сил в образце 2013 года, что в случае возникновения вооруженного конфликта на границах Украины задача вооруженных сил состоит в том, чтобы локализовать, сдержать конфликт, после чего предлагали следующие меры, то есть обращение активизации в международном информационном пространстве, обращение в Совет Безопасности ООН, обращение к странам-гарантам Будапештского меморандума, что, как мы видим, опять же, сегодня не оправданно, потому что как раз одна из стран Будапештского меморандума, собственно говоря, и нарушила этот меморандум как таковой. Ну и в лучшем случае предполагала демонстрацию готовности защитить свои границы, проявить обороноспособность и готовность, скажем так, к отражению агрессии. Сегодня вполне понятно, что в условиях, скажем так, российской агрессии необходимо кардинально пересмотреть и, скажем, характер и суть вооруженных сил Украины. В первую очередь, безусловно, должен быть сделан ключевой компонент это на то, что задачей вооруженных сил Украины является оборона Украины, а не только, скажем, предотвращение или локализация конфликта. Безусловно, должно быть уделено серьезное внимание информационной составляющей войны. Дело в том, что, например, если мы возьмем западный опыт, то, например, в Соединенных Штатах Америки уже в середине 90-х годов была введена должность офицеров по информационным войнам, а в 95-м году уже были выпущены первые профессиональные кадры. Более того, опять же, упоминая о информационно-психологических или психологических операциях, которые сегодня осуществляются, скажем, у Соединенных Штатов как наиболее яркий пример, то реально существуют конкретные воинские подразделения, задачи которых как раз и являются проведением этих психологических операций. В частности, в Соединенных Штатах существует так называемая четвертая группа психологических операций, которая состоит из четырех батальонов психологических операций. Три из них имеют определенное, скажем, региональное ориентирование. И численность состава этой группы психологических операций порядка 900 человек. Более того, там рассматриваются возможности, скажем, подготовки, в случае чего и резерва для информационной операции. Это также важнейший компонент, который мы должны учитывать. Если говорить о сотрудничестве с НАТО, в свое время, скажем, и военная доктрина, и стратегия национальной безопасности, все вот эти последние документы, которые были приняты в конце правления Виктора Януковича, как правило, они исходили из ключевого тезиса. Это тезис о внеблоковом статусе Украины. Неблоковый статус Украины предполагал, соответственно, что Украина не принимает участие в каких бы то ни было военно-политических блоках. Я могу вкратце вспомнить историю вопроса. На самом деле, еще где-то в 2004 году был принят целый ряд законодательных актов, в результате которых ключевым направлением была признана евроатлантическая интеграция, то есть вступление Украины в перспективе в НАТО. В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко во многом активизировал этот вопрос. Тем не менее, как выяснилось, вопрос о вступлении в НАТО выглядел в глазах украинского общества достаточно спорным, и практически все социологические исследования показывали, что если среди сторонников, скажем, большей интеграции с Россией и таможенным союзом, и сторонниками интеграции в Евросоюз соотношения где-то почти 50 на 50, с определенным перевесом в сторону сторонников европейской интеграции, то в отношении вступления в Украину в НАТО отношение было в массе своей негативным. Причем надо отметить, что, скажем, за годы президентства Ющенко негативное отношение к вступлению Украины в НАТО, скажем так, выросло даже по сравнению с периодом Кучмы. Именно периодом правления Кучмы. Это во многом, надо понимать, что это во многом определялось и авторитетом самой государственной власти, на которую переносились отношения к тем инициативам, которые она выдвигала. Естественно, что возник вот этот вопрос о нейтральности или в неблоковом статусе Украины. В принципе, если говорить о нейтралитете, это тоже нормальное явление в европейской практике. В Европе начнется несколько нейтральных стран. Мы можем доперечислить это и Финляндия, и Швеция, и Швейцария, как классический вариант, Австрия, Мальта, Ирландия. Дело в том, что при всех прочих условиях нейтралитет каждой из этих стран появился в конкретных исторических условиях, был продиктован какими-то действиями ведущих геополитических игроков, которые были заинтересованы в сохранении этого нейтрального статуса. И за последнее время мы как раз наблюдаем тенденцию того, что в массе своей нейтральной страны все-таки пытаются найти какой-то выход подкрепления своей безопасности, в том числе и участием в мероприятиях коллективной безопасности в рамках того же НАТО или Европейского Союза. Поэтому, скажем, нейтралитет, да, в какой-то степени это мог бы быть какой-то шаг, да, есть в качестве классического примера нейтралитета, есть Туркменистан, чей нейтралитет признан вообще отдельной резолюцией ООН. Тем не менее, для Украины, скажем, такой вариант предусматривался как компромиссный, как возможность преодолеть некий раскол в обществе. Почему? Потому что, как ни парадоксально, в нашем обществе вопрос налогов, наверное, вызывал меньшие дискуссии на тот момент, чем вопрос вступления или не вступления в НАТО. Была развернута достаточно серьезная, скажем, компания за нейтралитет, за завнеблоку. И, к сожалению, очень мало кто понимал, что, например, наличие нейтралитета у Украины предполагает полное отсутствие на ее территории баз других государств, это предполагает обретение Украины, например, статуса нейтральности, как минимум должно было означать окончание пребывания Черноморского флота России в Крым. Естественно, что сегодня, и мы уже слышали из уст президента Украины Петра Порошенко, заявление о том, что он пойдет по пути отказывать внеблокового статуса Украины. Это вполне логичный шаг в современных условиях, в условиях российской агрессии. Другое дело, что сам по себе путь продвижения, скажем, в НАТО, усиления, он не настолько прост, как, казалось бы, как кажется на первый момент. Да, сегодня мы можем ответить как позитивный шаг, это то, что, в принципе, в обществе сегодня есть консенсус, общество понимает, что необходимо все-таки усиливать свою безопасность, в том числе и за счет сотрудничества НАТО, за счет вступления в НАТО. Ситуация, в основном, в этом плане позитивная. Однако, если мы, скажем, посмотрим какие-то... Украина подписана целый ряд соглашений с Североатлантическим альянсом, с НАТО. Фактически каждый год утверждалась годовая программа сотрудничества НАТО. Последняя такая программа была утверждена, опять же. По-моему, даже проект программы на 2014 год был утвержден, если мне не изменяет память, по-моему, 16 января, как раз в то время, когда были приняты эти самые диктаторские законы. Тем не менее, эта программа так и не была утверждена, реализована в силу, опять же, тех же революционных событий. Соответственно, если мы посмотрим любую из годовых программ сотрудничества с НАТО, мы увидим, что там военный компонент является только одним из. И гораздо более серьезные требования выдвигаются к реформе политической системы, к реформе экономической системы, к борьбе с коррупцией, к совершенствованию... То есть, страна, которая претендует на членство в НАТО, должна отвечать целому ряду критерий, в том числе, скажем, и в сфере развития демократии, в сфере эффективности государственного механизма, в сфере экономической системы, эффективности экономической системы. То есть, это на самом деле предполагает, что даже избранный сегодня курс на вступление в НАТО будет требовать от нас достаточно серьезных усилий по реформе, в том числе экономической, социальной и политической сфер. В качестве как бы одного из таких последних новостей, достаточно важных и значимых, мы можем упомянуть о том, что решением Альянса, скажем так, создано сейчас пять трастовых фондов. Предполагается, что объем для помощи Украине в реформировании вооруженных сил. Предполагается, что объем каждого из них, в принципе, может достичь до одного миллиона евро. Эти пять трастовых фондов, соответственно, по своим направлениям направлены, первый, на модернизацию систем связи и автоматизации. Второе, это переподготовка и социальная адаптация военнослужащих участников АТО. Третий трастовый фонд, это физическая реабилитация раненых в зоне АТО. Четвертое, это, соответственно, реформирование систем логистики и стандартизации. Мы знаем, что действительно сегодня для украинской армии одной из, ну, наверное, серьезнейших проблем является тыловое обеспечение. Здесь, в этом зале неоднократно выступали волонтеры, которые рассказывали о тех проблемах, с которыми сталкиваются вооруженные силы, о том, что на самом деле система тылового обеспечения, которая существовала до сих пор, фактически не работает. И сегодня на себя основную функцию снабжения армии берут как раз, собственно, волонтеры, берет на себя украинский народ. Поэтому, наверное, в полной мере можно назвать, что украинская армия – это народная армия. И пятое направление, пятый трастовый фонд, который был создан в рамках НАТО, он посвящен борьбе с киберпреступностью, кибернетической защите. И что, как бы, наверное, знаково во многом, как раз этим трастовым фондом, этим направлением будет ведать наш сосед Румыния. Наверное, нечто подобное было бы сложно предположить еще где-то год тому назад, если учитывать, что на протяжении длительного времени именно Румынию пытались позиционировать в качестве ключевой угрозы для Украины. Постоянно раскручивался вопрос румынской угрозы, о том, что Румыния стремится к аннексии Бессарабии и Буковины. Сегодня мы видим крайне противоположную ситуацию, что именно Румыния выступила противником. Можно я уточню? Вы упомянули про трастовые фонды и про их объемы. Там 1 миллион евро в каждом? Да. Но это считается, что они достигнут до 1 миллиона. Не миллиарды? Нет, до 1 миллиона. А что же на эти деньги можно реформировать? Ну, во-первых, реформа не предполагает собой, что что-то будет закупаться. Реформа – это предполагает собой определенное, скажем вам, создание определенной системы, консультации и много-много другое. Не надо думать, что мы почему-то рассчитываем на то, что кто-то нам даст деньги, да, и мы их там доблестно распилим. На самом деле трастовые фонды, в общем, не для этого создаются. И на самом деле трастовые фонды будут создаваться, опять же, это не конкретно выделенные деньги, это деньги, которые будут собираться у, так называемых, контрабутеров. Вот, ну, поэтому здесь разработка рекомендаций, здесь подготовка специалистов и многое другое, то есть то, что на то, на что, как бы, вполне реально. С другой стороны, ну, мы знаем, что из украинского бюджета, да, было выделено, по-моему, порядка 18 миллиардов, называлась такая цифра на реформирование вооруженных сил, и, как показывал, недавно видел один из отчетов. В основном, основная часть денег, которая была, из тех, которые выделены были, это, собственно, аппарат управления, да, на закупку вооружений, мы знаем, что у нас в Украине, к сожалению, большинство вооружений уже там, скажем, просто и морально, и технически устарело, и только сейчас идет некое такое, скажем, обновление, появляется, ну, там, идет закупка, пусть, скажем, не таких сложных видов вооружений, я имею в виду там авиация, ракетная, тем не менее, там, поступают те же самые, там, гугуары, разведывательные машины, которые также необходимы, в принципе, в армии. Поэтому, я думаю, что, в принципе, сотрудничество с НАТО, скажем так, открывает перед украинской армией сегодня качественно новые перспективы, тем более, что мы можем изучить, в том числе, и опыт реформирования армии, те страны, которые прошли, скажем, через него, опять же, наши соседи, это и Польша, это и Румыния, и другие государства. Надо сказать, что за последнее время мы видим, что НАТО, так же понимая угрозы со стороны России, существенно приблизило свои войска, в частности, воинские части, где это есть на территории стран Балтии, ну, и кроме того, та же самая Румыния сегодня активно выступает за усиление южного фланга, Североатлантического альянса, опять же, если говорить про противоположную сторону, про Россию, там, так же ставят вопрос об изменении своей военной доктрины, делает ее, скажем, будем откровенно, более агрессивной, тем более, что, когда мы говорим о гибридных войнах, то в России так же рассматривают эту теорию, но, наверное, по крайне противоположному принципу, то есть рассматривают как цветные революции, как тот же вариант гибридной войны, направленный на подрыв российских интересов на постсоветском пространстве. Ну, еще несколько, если говорить о военных, скажем, наверняка гораздо более компетентны в этом были бы самые военные специалисты, тем не менее, сегодня остро, опять же, стоит вопрос, что основная часть средств, которые выделялась до сих пор армией, и, как правило, шла на ее содержание, в то время как и на подготовку, и на закупку новых выражений, скажем, соотношение было далеко не в пользу Украины, если сравнивать ее там со странами, Европейского союза, со странами НАТО. Прошу. Есть вопросы? Если можно сказать, короткое таке резюмующее питание, так все-таки Украине треба сейчас ставить, как пріоритетным направлением, вступ в НАТО? Не зважаючи на то, что, я думаю, пока что не в решении территориальных вопросов, пока что ставить на цьому хрест, но все равно треба, чи можно обмежить лише спільпрацу? Ні, безумовно, треба. Безумовно, треба ставити питання про вступ до НАТО, і це сьогодні має стати ключовим напрямом українського, скажем, порядок з европейською интеграцією, евроатлантична интеграція має стати одним ключовим напрямом української зовнішньої політики. Ми маємо стати частиною єдиної євроатлантичної системи колективної безпеки. Еще одно таке питання. Я не знаю, чи просто ви досліджували, чи не досліджували цей компонент. Може, десь в якихось колах експертних це питання піднімалось, може десь в АТО-зоні якесь таке було порівняння. Мова йде про те, що все-таки за ці 10 років співпраці, що все-таки було ще починаємо с 1994 року, коли були перші договори з НАТО підписані, все-таки якась кількість офіцерів українських активно співпрацювала і проходила, можна сказати, навчання в школах НАТО. В інших країнах. І мені, ну, чи є таке порівняння, чи вони зараз більш професійніші в зоні АТО, саме ці офіцери, які пройшли якесь певне навчання теж, ніж ті офіцери, які навчались лише в українських військових закладах. Ну, я можу згадати ще такі моменти, що частина українських військових діяла і в рамках миротворчих операцій ООН. На жаль, такі дослідження не проводилися, так. Можете, що це не рік просто? Ні, ну, це важко сказати, тому що просто вони не проводилися ці дослідження. Якщо вони є, то, я думаю, що, як мінімум, вони будуть десь закритими, якщо можемо сказати. І, взагалі, то, ну, можливо, цей період, який був в активізації військових дій, як правило, будь-який аналіз наступає вже після того, через певний період, коли вдається проаналізувати недоліки управління, ведеться, будь-яка справа все рівно досліджується, розслідується, будь-яка поразка, ягод, все рівно поразка, перемога, чи щось інше. Якщо ми подивимося часів по військовій тактиці, по всьому іншому, як правило, будь-який випадок мав або як негативний, або як позитивний досліджувався. Я думаю, що таке, в принципі, у нас попередує. Це, до речі, теж, знову ж таки, питання про активізацію роботи військової науки. Тому що, в принципі, в масі своїй якраз боїв АТО, я можу просто доповнити певний компонент, це, знову ж таки, бачення самооборони. Сьогодні, от, говорять про реформування Збройних сил, ну, скажімо, є багато версій, да, висловлюється про те, що там набагато пропонують швейцарську систему, чи там будь-яку, і ще іншу. В принципі, як приклад, можна більшим прихильником є естонської системи, коли є професійні збройні сили, так, і є спілка оборони Естонії, територіальні підрозділи, які певний час проходять навчання, там, кілька разів, там, чи раз на рік, чи там проходять навчання, і, скажімо так, у період нападу чи агресії вони призиваються і, відповідно, заступають на оборону держави. У нас, на жаль, системи територіальної оборони не було. Оці батальйони, що створювалися територіальної оборони, вони, фактично, перетворилися на так само звичайні батальйони збройних сил, які сьогодні так само застосовуються в зоні АТО. У нас має бути система територіальної оборони, це, я так називаю інколи, там, концепцію, там, народної армії. Сьогодні з боку держави тут мало чого робиться, і переважно тут зусилля, певні зусилля громадськості. Є, ви знаєте, там, ці навчально-тренувальні центри, тіпа, там, Січ-Укроп, з іншого боку, самооборона Одеси створила Центр Патріот. Все це проводиться, ну, скажімо, там, Центр Патріот, він проводиться під гідою, там, Товариство сприяння оборони України. Так, і Товариство сприяння оборони України теж потребує, там, певного реформування, тому що це колишній, там, ДОСААФ, так, перед цим ОСААВ і Ахім. Свого часу той, що сам ДОСААФ, він готував людей, там, військовооблікових спеціальностей. Сьогодні ми зіткнулися з тим, що в нас, ну, виросли цілий прошарок молодих людей, які сьогодні не мають досвіду, взагалі, поваджені зі зброєю, там, якихось військових навичок, військовооблікових спеціальностей. Армія – це ж не тільки ті, хто йдуть сьогодні в атаку. Це незначний забезпечуючий механізм. Це люди, які ремонтують техніку, забезпечують, там, не знаю, там, постачання, пальне, і все-все це таке інше. Треба розуміти, армія – це великий комплекс. І сьогодні якимось чином треба робити так, щоб був підготовлений професійний кадровий резерв, і не тільки, скажімо, з боєздатних частей, але й тих, хто будуть забезпечувати, в тому числі, там, охорону порядку, якихось, там, заходів, там, з цивільної оборони і таке інше. Всього, всього без масового залучення, без, скажімо, певної, там, як це називаю, мілітарізацію суспільства, цього досягнути не важливо. Сьогодні поки що це на себе бере, ці функції бере на себе суспільство, так, громадянське. Як це, в принципі, і в питаннях постачання армії. Можна питання? У мене питання такий, одна із основополкащих статей НАТО подразумеває, що між членами НАТО війни ніколи не може бути. Ну, в принципі, да. В історії були примери, коли два члена НАТО вже друг друга там хорошо... Ну, це грець і Турця, в частності, козличний пример. І вам питання, як калитологу, в тому числі. От ми вступимо в НАТО, у нас є під боком та жа Румінія. От, защитить нас, членство в НАТО, от повторення греко-турецького сценаря? Ну, во-первых, якщо мені не зміняє пам'ять, до сих пор в отношеннях Румінии і України не доходило до каких бы то ни було даже угроз вооруженого вмешательства. Як правило, між Україною і Румінію существує достатньо серйозна конкуренція, економічна конкуренція на Дунай. Але будь-яка економічна, є якісь якісь, дійсно, недоразумення, не то, що недоразумення, скажімо, дійсно конкуренція, і випроси судоходства, і випроси національних меньшинств піднімає достатньо струк. Достаточно часто Румінія, я вважаю, в зачити молдавського меньшинства, я вважаю, що румынська сторона считає румынським. Ну, в принципі, тож, наверное, где-то і право. Але з Україною, з Румінією не возникав питання вообще пересмотри границ. Со сторони румынського руководства такой вопрос не піднімався. Да, в Румінії є політичні сили, які на цьому випроси грають. Можете прочесть, що Басарабі в самому і в Бухарісті відео, і в Кишиню, і де угодно. Там проводяться какие-то акції, графики. Басарабі і Румінія. Да, політичні сили в цьому активно участвують. Але на офіційному уровні подобного роду, скажімо, каких-то, скажімо, поползновений на українську територію не піднімалось. Це раз. Два. Все-таки в рамках НАТО все равно существують свої механизми регулировання конфликтов. І третє. Будемо, опять же, объективно, в современних условиях Румыния являться данным конкретний момент нашим союзникам. Друге. Це не ісключає того, що ми не должны защищати свої економічні інтереси. Я подчеркиваю. Почему? У нас почему-то считається, що якщо розвивається сотрудничество, то есть, якщо у нас є союзник, то ми обязательно должны в какой-то степені пожертвувати своїми економічними інтересами. Ни коим образом це не должно означати отказ від каких-то економічних інтересів України. Ну, наприклад, на Дунаї. В рішенні вопроса на Дунаї. Хоча ми видим, що є і позитивні моменти з той же самою Румыниї. Вопрос строительства паровно-переправи Орловка і Савч, який, наоборот, здається услови для транзита через територію Одесської області, через Румынию і улучшить, скажімо, общий торговий оборот между двома странами. Тобто, все рано гарантии полно нету. І не тільки про Румынию. В Венгрию та ж і Савч. В Венгрию і Румынию також є немало противоречі. У Болгарії і Румыниї теж є питання про тому ж самому шельфу Чорного моря. У Венгрии і Румыниї теж є определенні проблеми. Але, як ми бачимо, вони в большинстві решаються политическим спосібом.